приветствую друзья на связи андрей жариков сериал квестра барбара продолжается представляю вашему вниманию следующую серию от анжелы киноян какие шаги нами предприняты в марте адвокат озвучил что надо сделать мы с группой посовещались и кто захотел тот остался сейчас значит в группе было изначально больше 100 человек ну порядка где-то так 120 то есть это кто сразу там и за маму писал и за папу писал было несколько аккаунтов семей значит что мы сделали прежде всего адвокат предложил написать финансовую претензию это досудебного регулирования споров саму компанию агам далее соответственно и генпрокуратуру кбверда для этого он составил нам шаблон финансовой претензии на португальском на английском языке те кто заходил вагам писали по одному шаблону те кто заходил уже файвинс по другому но они не сильно отличаются для этого мы завели ну то есть попросили чтобы нам создали счет мультивалютный или счет в той валюте в которой мы заходили то есть если ей я в евро до инвестировал соответственно у меня счет в евро и у сына в евро если кто-то инвестировал в долларах значит долларах соответственно финансовые претензии мы указывали все реквизиты счета это очень элементарно прямо копируете и вставляете ничего там переводить не надо указывали свой адрес свои паспортные данные номер телефона телефон адвоката его адрес и отправляли все это корректно в официально сухом стиле без всяких оскорблений там уважаемые господа требуем согласно договору вернуть тело тело вклада то есть никаких процентов мы чего мы не лихаимствовали не требовали и подтверждали исключительно то сколько мы то есть мы вот допустим есть люди там вот писали в комментарии вложил 90 евро а требует аж миллион да ничего подобного то есть вот допустим вам всем вот приходило первое письмо когда на ваш аккаунт поступило допустим 30 тысяч евро и там сказано что на ваш счет на таком-то аккаунте поступило 30000 евро вот это мы и прикладывали все и отправляли и адвокат писал сопроводительное письмо с общей сумма иска и мы там прописли допустим я писала каждого отдельного человека допустим кино я наджилла лаврентина 90 евро писала фамилию имя отчества своего сына то есть имя отчества фамилию своего сына писала столько-то писала то допустим там лариса лена и указывали и указывали сумму и подводили общую сумму иска вот и вот это мы прикладывали значит и дальше адвокат сказал что не обязательно надо писать все равно в мвд российской федерации и в генеральную прокуратуру российской федерации тоже надо писать заявление но мы пишем генеральную прокуратуру для того чтобы обжаловать действия мвд российской федерации если она будет бездействовать то есть этой целью мы отправляли тоже заявление казахстан тогда не писал сначала с нами потому что сказали что они вроде как уже подавали заявление но Но потом также они писали, присоединились из моей группы люди, которые в Казахстане тоже подавали в МВД Казахстана. Я не помню, как оно в Казахстане называется. То есть, получается, мы собирали деньги в апреле 2018 года. Россияне сдавали 1650 рублей, а граждане Казахстана, Испании, Украины по 1100 или 150 рублей. То есть, что сюда входило? Написание финансовой претензии на португальском, на английском языке, заключение договора, то есть финансовая претензия в двух экземплярах, заключение договора с нами. Три. Написание, ну это только уже россияне оплачивали, заявление в МВД Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, то есть шаблон, а мы все с учетом этого шаблона описывали свою ситуацию просто. Третья. Оплата курьерска, курьера, то есть чтобы доставить все это в КБВРД, в компанию АГАМ и Генеральную прокуратуру КБВРД, также закладывали расходы на Почту России, потом закладывали расходы на то, что нам понадобятся дополнительные выписки еще по Испании, потому что уже предполагали работать по Испании. А вот, ну, закладывали расходы на картридж, они совершенно небольшие, и на бумагу. Взяли с небольшим, с небольшим запасом. Значит, адвокат предложил ввести отдельный файл, экселевский, то есть все деньги, которые вот поступали. У нас есть, ну, казначей, девочки, которые собирают, и отмечают, кто деньги внес и сколько. Потом переводят адвокату. Адвокат эти деньги вносит в файл, экселевский, он сам предложил, потому что, ну, я, допустим, не знала, как провести, такой интерактивный, и все изменения там отражаются. То есть вот поступили деньги, они не все тратятся. Вот, допустим, он написал финансовые претензии на английском, на португальском. Значит, в графе расходы он указал, сколько деньги на счету нашим уменьшились в этом экселевском файле. Дальше, допустим, договор, тоже деньги отминусовались. Дальше, к примеру, ну, там, картридж, бумага. Дальше, курьерская служба, там, расходы на почту России. Это все видно, там, запрос в Испанию, да, относительно компаний, которая там была, Квестра, Квестра Волт, или там, что там было, да, Агам, к примеру, там, КБ Верде, да, запрос относительно компании Фейвинс, относительно компании Агам, да, то есть 100 евро, 100 долларов, то есть по курсу. И все это отминусовывается. Вот. Вот таким образом мы и ведем. Любой человек может скачать этот файл себе и видеть в нем, как отражаются вообще расходы. Они сразу же отражаются. Значит, получилось вот что. Написали мне все финпретензии. Все это мы адвокату отправили, и адвокат их в июне отправил в компанию Агам по юридическому адресу, да, с указанием телефона. Отправили мы сначала через почту России, только через почту России. И мы отправили сразу же в Генеральную прокуратуру эти же претензии, естественно, с проводительным письмом адвокату, в котором он написал, что людей перевели в несуществующую компанию Фейвинс. В общем, просим провести проверку. Пострадавших столько-то, потерпевших столько-то, и сумму иска указал. У нас сумма иска более чем 2 миллиона евро. Вот. Он указал, что граждане из 4 разных стран. Россия, Казахстан, Испания, Украина. Вот. И мы все это отправили в июне. Все это мы отслеживали по треку через почту России. 11 июля все наши претензии пришли в КБВРД. То есть и в компанию Агам, которые направлялись, и в Генеральную прокуратуру. Значит, мы, естественно, когда отправляли в Генеральную прокуратуру КБВРД, мы приложили флешку, флеш-носитель, в котором записали видео, на которых выступали Гилоберт, Абакумов, то есть были записи на английском, на русском языке, Мухин был. Но он не выступал, но фотографии вот эти мы все приложили. И мы приложили запись от 22 августа 2018 года, где Рабала утверждает, что он является владельцем двух компаний Агам и Файвинс. И где он говорит о том, что учреждена осознанная новая компания Файвинс, в которую будут переведены люди из России, страны СНГ и Европы. И мы вот в сопроводительном письме адвокат обратил на это внимание, что компания Файвинс не учреждена. Впрочем, просим разобраться. И, как я сказала, вот это видео мы приложили. Значит, как показала практика. На самом деле отправлять надо. Это для тех, кто будет создавать группы сразу же и курьерской службой. Почему? КБВРД – это вообще очень маленькая страна. То есть население всего 600 тысяч человек. Это, ну вот у меня город Владивосток больше. И население столицы КБВРД, прая, город, всего 100 тысяч человек. То есть, ну это как поселок городского типа. Там все друг друга знают. С чем мы столкнулись? Вот они с 11 июля, как пришли наши финпретензии, так там и лежали. Они лежали. То есть и генпрокуратура КБВРД нам не отвечала. То есть это было просто вот молчание. И трек мне показывал, что письмо не доставлено. Ну, то есть адресату. То неудачная попытка вручения. Почта России отвечала, что давайте сделаем заявление на поиск. Но это будет полгода поиск. То есть вообще ни туда и ни сюда. И мы были вынуждены начать искать переводчика, чтобы созваниваться с почтой КБВРД и узнавать, что же такое вообще на самом деле происходит. Помогла нам наша Ирочка, которая переводчик у нас профессиональный, знает несколько языков. То есть нам не пришлось оплачивать переводчика, потому что это бы нам влетело в копеечку. Нам вызвался помогать молодой человек, который знал португальский и английский язык. И он и вел переговоры с почтой КБВРД и через соцсети. И, собственно, так. Вели мы эти переговоры через почту КБВРД около месяца. Они нам давали всякие отписки. Говорили, что еще невозможно доставить, что не растаможено. Или что неудачная попытка вручения. Или что мы говорили, хорошо, давайте, как ускорить, если надо оплатить, мы оплатим. Они говорили, надо оплатить столько-то. Мы говорили, готовы, куда оплатить. Молчание. И то они говорили, что что-то там не прошло на таможне. В общем, все это было очень долго. И мы решили с адвокатом сделать так. Мы отправили еще раз через курьерскую службу Генеральную прокуратуру КБВРД. Наши претензии с сопроводительным письмом, тем же и с флешкой, еще раз. Но мы уже отправили через курьерскую службу, как я сказала. Курьерские службы три на территории России, которые работают с КБВРД. Я, конечно, советую выбирать Пониэкспресс на втором месте. А есть почта, но она дорогая. Я забыла название, потом вспомню, скажу. Диджит, не помню, господи. Ну, очень она. У ней письма отправить стоит порядка 17 тысяч рублей. Вот такие на территорию КБВРД. Но у нас оно и весило, соответственно, там, да, около килограмма. Ну, вот именно. Но это была бы гарантия, хоть они доставляли две недели. И с почты, то есть с курьерской службы спрос. Ну, то есть можно спросить более конкретно и получить более внятный ответ, чем от почты России. Вот мы отправили с курьерской службой. И 27-го числа получила генпрокуратура. Мы получили подтверждение от курьерской службы. Наша финансовая претензия с сопроводительным письмом и с флешкой. И тут же, буквально 27-го июля, они получили наши тут же 28-го, а тут же им принесла и почта КБВРД еще раз наши финпретензии. То есть посмотрите, а вот, допустим, в АГАМ мы не отправили курьером, и письмо получила компания АГАМ только 24-го августа, практически через месяц. Как они получили? В конце концов, когда они вот нам там отписывались, причем они отписывались и отвечали через день, через два, через три, там ту трубку не брали, говорили, перезвоните или напишите. Я позвонила туда, по-моему, 22-го августа в компанию АГАМ. То есть взяла просто телефон, если до этого он не отвечал, то тут, о чудо, мне ответила девушка. Ну, я позвонила, я ожидала услышать, что это компания АГАМ. Ну, я услышала, видимо, приветствие на португальском, поэтому я трубку положила, позвонила вот молодому человеку, который нам помогал, кстати, совсем бескорыстно. Я его очень благодарю, спасибо ему, он даже за переговоры по телефону не взял денег. И он тут же позвонил в эту компанию АГАМ по телефону, который был указан в этой выписке, который мы получали, и спросил АГАМ, ему сказали, да. Он говорит, а почему вы не идете вообще на почту и не получаете, вас там посылка ждет. Он говорит, будет завтра руководство, я скажу, пойдут и получат. И вы знаете, вот действительно, вот я позвонила 22 или 23, а уже 24 мы увидели, ну, то есть почта России на сайте отразилась, что они получили нашу посылку с нашими претензиями. И вы знаете, никто нам не звонил, никому не заблокировали кабинеты, ни угроз, ни адвокату, ни мне, и никому, и никак они не отреагировали. Все это молчком. То есть я хотела вам сказать, что никаких санкций со стороны компании АГАМ, ну и тем более FIWINS вообще не было. В наши кабинеты как поступала прибыль, так она и была. Ничего там не обнулилось, ничего не случилось. Еще раз обращаю ваше внимание. Они получили наши финпретензиями, с нашими паспортными данными. Они получили и фамилию, имя, отчество адвоката. И там пофамильно были все наши тоже данные. Ну, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, страна, наш почтовый адрес, наши телефоны, наш электронный адрес. Была претензия, сумма претензии. То есть они могли созвониться, они могли угрожать, они могли что угодно делать, но этого не случилось. Поэтому, когда вам в чатах писали, что компания запомнит тех злодеев и злопыхателей, типа нас, вот типа меня, да, там, и других людей, и не будет им оплачивать и выплачивать, полностью обнулит кабинет, это безбожное вранье, вообще ничем не подкрепленное. Понимаете, это вас специально принуждали, да, то есть ограничивали ваши права, чтобы вы не писали. Вы имеете право, это ваше гражданское право, свобода. То есть они не выполнили вот по договору, то есть они не выплачивают, не оплачивают никаких движений, то есть они вас не предупредили о том, что вот переведут вас в компанию «Файвинс», не уведомили письменно, официально, не попросили ваше согласие, вы имели право требовать тело. Я не говорю, что вы имели право сразу требовать моральный вред, но вот это ваше право, понимаете? Ну и поскольку генеральная прокуратура Кабаверда нам не отвечала, а 27 июля они получили письмо, я позвонила в консульство. Я позвонила в консульство в августе в начале, адвокату они не отвечали на письма из генпрокуратуры Кабаверда, он писал, спрашивал, получили ли вы наши финпретензии, мое сопроводительное письмо, флешка, дошла ли до вас? Ответа не было. И я позвонила в консульство Российской Федерации, естественно, представилась, естественно, это официально, естественно, все там прослушивается, записывается, понимаете? То есть они никогда не пойдут на сговор со мной, я к чему говорю, что если сейчас посыпется комментарий, что Анжела договорилась, они проплатили? Нет, это просто невозможно, вот просто невозможно, это же понятно. И я им позвонила, представилась, вот, естественно, что Российская Федерация, из какого города, да, если у вас есть официальное место работы, ну, можно его говорить, можно не говорить, хотя это значение для них не имеет. Ну, это просто дополнительные данные, по которым они вас могут проверить, если хотят, удостовериться, да. Я им описала ситуацию, они спросили, чем мы можем вам помочь, спросили, как называется компания. Я сказала, они говорят, вы знаете, в отношении этой компании Генеральная прокуратура КБВР сделала запрос через нас в Генеральную прокуратуру России. То есть мы делали эту выписку, он мне сказал обороты этой компании, ага. И он сказал, что, ну, еще кое-что, ну, то есть то, что я сейчас не буду озвучивать на широкую публику, он попросил, чтобы адвокат подтвердил свои полномочия, то есть, ну, лицензии, чтобы они могли проверить, и чтобы адвокат выслал те документы, которые он отправлял в Генеральную прокуратуру КБВР. То есть наш адвокат, соответственно, выслал все, что затребовали, и сопроводительное письмо, да, и финпретензию, то есть, ну, конкретно он выслал мою, и сколько, и сумму иска. Вот. Естественно, в консусе проверили, что существует такой человек, есть у него полномочия, что он имеет высшее юридическое образование, что у него есть лицензия. Вот. И только после этого они уже созвонились в Генпрокуратуру КБВР и дали нам ответ. Ответ был такой. Значит, в июле Генпрокуратура КБВР уходит полностью, абсолютно все, включая канцелярских крыс и мышей, я имею в виду, вот действительно, в прямом смысле слова мышей, животных, которые там живут, все уходят в отпуск. Но это так заведено, вот такой порядок, это вот реалии этой страны. Значит, они уходят где-то или с конца самого июля, или вот с самого начала августа, там может меняться дата. И они находятся в отпуске август и сентябрь. И, соответственно, нам надо позвонить в октябре в консульство, напомнить, и консульство съездит в Генеральную прокуратуру КБВР. Адвокату консульство дало официальный ответ, что расследование проводится. То есть они созвонили с Генпрокуратурой КБВР, и, ну, поскольку это консульство, поскольку это официально, да, и им дали ответ. Им дали ответ о том, что проводится. Но, ну, вот это было вот такое вот краткое сообщение. Значит, следующий мой звонок в консульство состоялся вот уже в начале октября. Я позвонила, и мне сообщили, что сейчас полностью вся Генеральная прокуратура будет находиться две недели на обучении, даже на другом острове. Ну, курсы повышения, да, у них. Вот. И сказали позвонить через две недели. Я позвонила вот 14 октября. Мы разговаривали с мужчиной, которого зовут Тимур. Вот. Потому что человек, ну, там находится несколько человек, да. Вот. Я ему подготовила все вопросы письменно, то есть на адрес электронной почты написала и еще раз ему продиктовала, чтобы все это было корректно. Вот. Он сказал, что как только они вместе с консулом Российской Федерации с визитом обратятся в Генеральную прокуратуру, в Генпрокурору, он нам ответит. Ответили они нам быстро. Но еще здесь хочу сказать вот такое. То есть, когда я ему уже звонила в октябре и в августе, он сказал, что, ну, скорее всего, вам будет отказ. По причине, ну, и указал причину. А причина была именно в оборотах этой, так сказать, компании. Вот. Ну, и он же сказал, когда еще мне летом, что на самом деле в отношении них уголовное дело есть. Вот. Что меня порадовало. Когда в следующий раз мы с консулом разговаривали, ну, это уже было, то есть они съездили, я не помню, может быть, было число 18, может быть, 17 октября. Ну, это можно посмотреть на почте. Это был октябрь 2018 года. То он мне сказал следующее, что, Анжела, вам и вашей группе выражают огромную благодарность Генеральная прокуратура КБ ВРД. Почему? Потому что уголовное дело с 2016 года в отношении АГАМ заведено, да, по подозрению в создании финансовой пирамиды. И никто из потерпевших пока не обратился. То есть он сказал, что финансовые претензии получены. То есть примерно 60 человек из России и столько же из Казахстана, Украины и Испании по одному человеку. Они сказали, что для них это много. Ну, для КБ ВРД. То есть это достаточно пострадавших с территории России. А он сказал, что нас просят стать участниками процесса. Сейчас наши финансовые претензии приобщили к этому уголовному делу. Вот. И сейчас они будут отвечать нашему адвокату, потому что личность, персона адвоката и его полномочия, да, лицензия, ну, то есть и диплом подтверждены. И вот после этого он сказал, вам ответили, адвокату ответили, то есть вам пришло письмо, я говорю, да. Он говорит, как вам ответили? Я говорю, ну, немного более кратко, чем вы. Он говорит, да, потому что существует данное следствие, но вам теперь будут отвечать. Вот. Естественно, он сказал, что, ну, у нас есть три выхода на самом деле из сложившейся ситуации. Какие три выхода есть? То есть это сказал генеральный прокурор КБ ВРД, да, вот, консулу и Тимур, да, вот, которые ездили в генеральную прокуратуру с визитом КБ ВРД. То есть им сказали, первый путь, вы ведете вообще вот этот процесс только на территории КБ ВРД и больше никуда не обращаетесь. Из любой страны, то есть обращайтесь в генеральную прокуратуру, становитесь участниками, то есть на территории КБ ВРД для этого вам надо будет взять адвоката. А там существуют адвокатские конторы, три из которых исключительно защищают АГАМ, поэтому к ним лучше не обращаться. А есть нейтральные адвокатские конторы, которые, ну, нейтральные, которые будут, соответственно, ну, не руководствоваться только интересами компании АГАМ. К ним вот хорошо бы обратиться. Но требование генеральной прокуратуры КБ ВРД именно, чтобы был кабавердианский адвокат. И нам сказали также, что генеральная прокуратура КБ ВРД предполагает, что пострадало 40 тысяч человек по всему миру. Почему они так полагают? Потому что представители компании АГАМ заявили, что пострадавших-то нет, поэтому претензий к ним никаких, ну, не может быть, понимаете? И, естественно, когда наши претензии получили финансовые, то вызвали представителя компании АГАМ и спросили, скажите, пожалуйста, а что вы скажете, если, ну, еще раз мы вопрос задали, пострадавшие вообще, хоть где-то, он сказал, да нет, нету. И мы показали вот эти 120 претензий, сказали, а вот это что такое вообще? Посмотрите, Казахстан и Россия. То есть, на самом деле, мы сами того не ожидая, да, то есть уже есть уголовное дело, и вот эти наши финансовые претензии туда приобщили. И это очень такая хорошая новость, на самом деле. Гораздо сложнее было бы нам, то есть, как и говорил, что, ну, представитель консульса российского, что, скорее всего, откажут. А поскольку появились свидетели, такие, как мы, да, и нас много, ни один, ни два, ни три, а много, и из четырех стран, то уже для АГАМа это без последствий никоим образом не пройдет. Продолжение смотрите в следующих сериях. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok